Добрый день, дорогие друзья! И у вас снова в гостях канал Поделки Самоделки и я Татьяна. И сегодня я вам покажу, какую я интересную шкатулочку придумала. Я ее сделала из обычного бокала и джута. Можете ее приготовить на какой-нибудь конкурс, или в подарок себе, или вашим друзьям и родственникам. Итак, я взяла бокал и два цвета джута. Теперь я беру пенопластовый шарик. И сейчас я буду делать крышку. Крышку для моей шкатулочки. Такую крышку вы уже подобную видели, когда я делала органайзер каменный цветок. Я крестом пометила ненужную мне сторону, обвернула в пищевую пленку этот шарик, завязала резиночкой, и сейчас я буду наматывать джут. С самого начала я немножко смочила клеем джут. Отрезала его под 45 градусов. Я вообще всегда стараюсь обрезать весь джут, и джутовые отделки, все материалы под 45 градусов. Так намного удобнее, вы увидите сами. И вот, нанеся клей, я буду сейчас ряд за рядом обклеивать джут прямо по одной половине шарика. То есть, можно сейчас руками все это пальчиками собрать вместе. Ну и так далее. Нужно накрутить полностью. Ниточка к ниточке. Вот так нужно будет заканчивать. Очень аккуратненько, не торопясь. Потому что здесь джут не всегда хорошо хочет ложиться на ваше изделие. Оно выпуклой формы. И вот так я завершаю. Обрезали, закрутили. Готово. Теперь нужно сделать внешнюю красивую отделочку. Пока шарик мы поставим сушиться, и возьмем отбеленный джут, и разделим его на отдельные ниточки. Потом я беру клей. Я пользуюсь либо таки-глю, либо элберс-глю. И полностью намазываю каждую ниточку этим клеем. Она выпрямляется, и когда высохнет, будет очень-очень жесткая. Ну, достаточно жесткая. И теперь ее удобно укладывать на нашу крышечку. Значит, я наношу сразу на одну половину клей колосами. Как вы сейчас видите. И после того, как я нанесу клей, я могу наклеивать уже и полосочки. Наклеила, обрезала. Наклеила и обрезала. И так я поступаю со всеми полосочками клея, которые я уже нанесла. Теперь нужно сделать то же самое на второй половине. Когда вся эта часть закончена, я клею полоски теперь поперек. Поперек первых полосок. Сначала я клею центр, чтобы мне было хорошо видно. Ну и так далее. Делаю то же самое. Вот такая симпатичная сеточка у меня получилась. И теперь я хочу украсить край моей крышки. Для этого я сплела косичку из трех ниток, из отбеленного джута. И наклеиваю его по периметру всей крышки. После того, как мы все это наклеим, мы отправляем сушиться наше изделие. После того, как крышечка высохла, я снимаю ее с шарика, обрезаю лишние и ненужные ниточки, которые выглядывают у меня по краям. И из той же косички я сворачиваю небольшой такой рулетик, закрепляю его горячим клеем, обрезаю и делаю ручку для нашей крышечки. Вот приклеили. И теперь ее украсим еще и камушком симпатичным. Красный камушек. Само то, как говорится. Отличная крышка получилась. Ну, теперь примемся за основную часть нашей шкатулки. Вот я намазываю бокал с самого верха клеем. И начинаю приклеивать джут ряд за рядом. Самое сложное, это первые пару-тройку рядов. Их нужно обязательно сделать ровными, чтобы они были горизонтальными к краю. Ну и так далее. Я наматываю до ножки. Вот я намотала до ножки. А всю ножку и саму подставочку я сделала из джута натурального цвета. Вот полностью накрутила ее. Тоже делается очень и очень легко. Намотав несколько раз такие изделия, у вас будут получаться новые изделия все лучше и лучше. Также для украшения шкатулки я использую джут натурального цвета. Я его тоже распустила по одной ниточке, окунула его в клей. И вот сейчас сделаю такую отделочку. Посмотрите, я взяла 5 полосочек. Они практически разного цвета. Что-то получается типа гусиной лапки. Или куриной, скорее всего, лапки. Я таких сделала 4 штуки, потому что у меня на шкатулке будут лепестки. Сначала я наклеиваю эти куриные лапки. Вот с одной стороны наклеила. Теперь строго напротив этой лапки я наклеиваю вторую. Прямо напротив. Клею только пока один хвостик, самый край. Теперь четко между ними наношу клей. Клею еще одну лапку. И напротив этой лапки строго я наклеиваю последнюю и четвертую. Это начало отделки. Дальше будет очень просто и интересно. Посмотрите, я беру нитку джута и снова наношу клей. Обматываю ее вокруг ножки. Снова наношу клей. Обрезаю под 45 градусов. И приклеиваю. И у меня получается вот такой лепесточек. Пока я с ним ничего не делаю. И я так сделала, 4 лепестка наклеила. То есть, я сейчас только приклеиваю их вверху. Только вверху. Все 4 лепесточка. Третий и последний, вот четвертый. Каждый раз в начале и в конце я обрезаю джут под 45 градусов. Немного смачиваю его клеем. Ну и теперь посмотрите. Теперь очень легко и ровно можно приклеить эти джутовые нитки. И у нас получатся очень ровные лепестки. Ну, конечно, этот цветок импровизированный. Ну, вот так моя фантазия подсказала. Немного в некоторых местах нужно приклеить лапки. Чтобы они тоже нормально так смотрелись. И не висели. Вот как это выглядит. Теперь займемся листочками. Вот я сделала такие импровизированные листы. Их 6 штук. Я нарисовала на бумаге, как всегда. Вложила в файлик. И теперь наклеиваю сверху джут. Края у меня будут светлые. Из отбеленного джута. Два ряда я сделала светлого джута. И остальное, всю серединку, я сделала из темного джута. Тоже делается довольно-таки быстро. И легко. Сделайте один-два раза и сразу приобретется опыт. Так что не бойтесь. Все у вас обязательно получится. Все, все щели закрываем. Получились листочки. Они легко снимаются с файлика. Теперь мы их будем приклеивать. Смотрите, есть сторона с клеем, есть без клея. Теперь наносим горячий клей на сторону без клея. И приклеиваем. Сначала друг напротив друга листочки. И потом между ними еще два. Я очень хочу поблагодарить вас всех, друзья, за ваши очень добрые, теплые, дружеские комментарии. Я очень рада с вами общаться. Мне очень приятно. А для тех, кому это не очень нравится, ну что ж, не рассматривайте мои поделки как товары для народного потребления. Это просто искусство, часть фантазии и просто мое хобби. Ну, я надеюсь, вам понравилась моя шкатулочка. Необычная шкатулочка в виде цветка. Попробуйте ее обязательно сделать. Не обязательно нужен такой бокал. Может быть, что-то наподобие. Это будет всегда нарядно, красиво, торжественно. Прекрасный подарок, прекрасное украшение и в вашем доме, и в доме ваших друзей и родственников. Большое вам спасибо, что посмотрели это видео. А теперь всего доброго. Пока-пока.